МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аэрудит пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, пришло время подумать о душе. Я обещал вам последние две игры это сделать. И вот сейчас у нас чисто такая духовная игра. Почему духовная? Потому что мы приветствуем в нашей студии, в студии телерадио компании Гомель на третьей кнопке, участников международного интеллектуального турнира фавородов. Турнир знатоков христианской и православной культуры. Здравствуйте, ребятушки! АПЛОДИСМЕНТЫ Турнир этот проводится по благословению митрополита Минского-Изославского. Павла Патриаршева, экзарха всей Беларуси. А организует и проводит его в Гомеле непосредственно Гомельская епархия. Кстати, в интернете епархия.бай. Это сайт Гомельской епархии. Зайдите, найдете много для себя интересного. Итак, внимание! Сегодня у нас очень такая серьёзная игра, потому что слева от меня в синих шарфах команда Вадима Свериденко. Это сборная Беларуси. Люди из пяти белорусских городов. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня наши гости. Россияне, руководителями Павел Пивень из Старого Оскола. Три города гостя у нас. Россияне. Впервые в нашей студии ребята, поэтому нежнее к ним, любите их, и всё будет хорошо. Итак, эрудит пятёрка, фавор. И вот начнём мы с интуитивной блеф игры. Вадим, кого отправляете на нашу «да»-нетку? Пойдёт отвечать Полина. Полина, готовьтесь. Кого отправляет в бой Павел Пивень? У нас придёт Максим из Смоленска. Итак, вперёд! Полина, пройдём Максима. Итак, что нужно сделать? Я могу говорить правду, могу ошибаться, но вам нужно сказать «да» на моё правильное утверждение и «нет» на мою, немножко такую, бессовестную ложь. Итак, с Богом. Поехали. Блеф игра. Верите ли вы, что звери земные были сотворены в один день с мужчиной и женщиной? Фальстарт у вас, Полина, за этим очень строго. Электронный судья. Итак, Максим. Да. Да. Это правильный ответ в шестой день творения. Играем. Верите ли вы, что Ефросинья Полоцкая родилась в одиннадцатом веке? Да или нет? Прошу, Максим. Нет. Правильно, она родилась в двенадцатом веке, в начале девятнадцатого века. Пять очков. Максим заработал для своей команды. Верите ли вы, что библейский долгожитель, проживший девятьсот шестьдесят девять лет, это Мафусаил? Максим? Нет. А на самом деле это так, девятьсот шестьдесят девять лет, говорят, Мафусаиловые веки, то есть очень долго человек прожил на земле. Верите ли вы, что в одной из притч Христос сказал, светильник тела есть око? Да или нет? Полина, чего вы боитесь? Да, Максим? Нет. А он сказал в одной из притч именно такие слова. И последний образ. Верите ли вы, что Петр Первый, он же Петр Великий, восстановил в России патриаршество? Фальстарт у вас. Максим, Полина, у вас есть шанс ответить? Нет. Нет, он его как раз упразднил. Браво! После первой нашей игры, после блеф-игры, 10-5 введут россияне. Начинаем дуэль игру. Итак, внимание, дуэль игра. Прослушайте темы дуэль игры, и у вас будет 5 секунд, чтобы решить, какую же кто на себя сможет взять. Итак, первая тема будет Евросинья Полоцкая. Второй бой – Азмука Веры. Третий – Святые Земли Русской. Четвертый бой – Церковные праздники. И пятый – это у нас будут крылатые слова из Библии. У вас 5 секунд, решайте, кто какую ношу на себя взвалит. Россияне быстро все решили. Вот заканчивает обсуждение и белорусы, и я обращаюсь к капитану синих, к капитану белорусов, к Вадиму Сыренко. Вадим, Евросинья Полоцкая, кто знаток ее жития? Пойдет отвечать Илья. Илья. Хорошо. Павел, у вас? У нас против Николая и Старого Оскола. Вперед, Илья, против Николая. Илья, буквально два слова. Какой город и команду вы представляете? Борисов и Борисовскую и Марионогорскую гепархию. Великолепно. Ну что ж, начнем. Евросинья Полоцкая. Этим именем называлась Евросинья до поступления в монастырь. Прошу. Придслава. Придслава, это правильно. Пять очков. Именно в таких родственных отношениях были Евросинья и Всеслав Чародей. Прошу. Внучка. Она была ее внучкой, по некоторым случаям правнучкой. Эфесская икона Божьей Матери, присланная Евросиньей из Венантии, по предании была написана именно Фальстарт. Существует ли у вас? Была писана именно им. Лукой. Апостолом Лукой, да. В этом городе закончился земной путь Евросиньи и Полоцкой. Да. Иерусалим. Иерусалим, вы правы. И заканчиваем. Основа знаменитой святыни, сделанной Лазарем Бокшей, восстановленной Клавем Кузьмичом, креста Евросиньи, это дерево. Прошу. Крест. Крест. Основа креста, это крест. Прошу, ваш ответ. Дерево. Кишина. Кипарис. Кипарис, это правильный ответ. 45-20. Хорошо начали белорусы. Ну, святая белорусская покровительница всей земли нашей, так что понятно. 45-20. Лидирует белорусы. Следующий бой. Азбука веры. Азбука веры. Абсолютно азбучные знания о разных реалиях христианства. Итак, Вадим, кто у вас готов? Пойдет отвечать Полина. Полина. Это ваш второй выход и последний. Павел, кого отправляете вы? У нас идет Серафим из Брянска. Отлично. Полина против Серафима. Вперед. Серафим! 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 Полина, ну, уже традиционно представьтесь, ваш город, ваша команда. Я представляю город Жодино, и это все Борисская епархия. Прекрасно. Итак, азбука веры. Иисусу Христу дано было символическое имя, указывающее в нем невинную жертву за грехи всего мира. Что это за имя? Прошу. Агнец. Агнец Божий, вы правы. В настоящее время это традиционная составляющая облика православного духовенства и части благочестивых православных христиан. Да? Борода. Это борода. А за ним Б. Так обращаются, так именуют епископа, архиепископа и митрополита. Прошу. Как к нему? Духовенство. Духовенство, вы не правы. Владыка. Владыка. А, Б, В. Владыка. Так называют извращение человеческого естества вследствие отпадения от Бога. Фальстарт у вас. И у Полины есть шанс. Грех. Это грех, вы правы. Ну и А, Б, В, Г, буква Д. Хлеб и вино, освященные и приложенные в плоти кровь Христовы. Это тут точный ответ я приму. Да? Дары. Точный ответ. Два слова. Точные ответы. Тишина. Тишина. Увы, не могу предъявить. Прошу. Полина. Дары Христовы. Дары святые. Или святые дары. Это точный ответ. Азбучное знание. И так после второго боя 65-35. По-прежнему впереди белорусы. Третий бой. Вперед. Ну а тут в третьем бою преимущество явно должно быть на стороне россиян. Потому что тема боя святые земли русской. Кто отправляется к стойке в бой у белорусов? Пойду отвечать я. Итак, Вадим Свиренко, капитан. А у вас, Павел? Тоже я. Капитанский бой, вперед! Ну и традиционно начнем мы с Вадима. Вадим, пару слов о себе, о своем городе, о своей команде. Я представляю город Пинск. Пинская епархия. Хорошо. Павел Пиньев, ваши слова. Я представляю город Старая Скола, Белгородская митрополия. Прекрасно. Ну что ж. Святые земли русской. Они в крещении Роман и Давид первые русские святые канонизированные в лике мучеников. Да? Это Борис и Глеб. Борис и Глеб, отлично. Этот святой благоверный князь родился в 1220 году в Переславле-Залесском и знаменит своими воинскими победами. Прошу вас, Павел. Это покровитель нашей гимназии Александр Невский. Браво! Отличный ответ. Всем известно, что святая равноапостольная княгиня Ольга во святом крещении звалась... Павел. Еленой. Отличный ответ. Их праздник в России отмечается 8 июля, как день семьи, любви и верности. Да? Это день святых Петра и Февронии. Прекрасно. Не дает ни единого шанса капитан россиян своему сопернику. И заканчиваем. Этот иконописец был канонизирован только в конце 20 века. Через 560 лет после того, как приставился. Да? Андрей Рублев. Блеск! 75-75 равная игра. И следующий бой. Прошу вас. Итак, церковные праздники. Тема четвертого нашего боя. Кого отправляет в бой Вадим? Глеба. Глеб, будьте готовы. Павел, у вас? У нас идет Кирилл из Смоленска. Вперед! Глеб против Кирилла. Церковные праздники. Период между этими двумя праздниками называют святыми вечерами или святками. Да? Рождественские святки. А второй праздник? Рождество. Понятно. У вас есть шанс? Крещение. Так, оба праздника назвать. А, Рождество, Христово и Крещение. Да, конечно, Рождество и Крещение, или Богоявление. В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе. В 910 году у вас фальстар, к сожалению. За этим очень строго следит наш электронный судья. У вас есть шанс? Явилась она и простерла свой покров над молящимися. Покров Пресвятой Богородицы, покров Божией Матери. Играем. Рождество Пресвятой Богородицы – это двунадесятый праздник. А вот Рождество Иоанна Претечи – такой праздник. Какой? Есть двунадесятые праздники, а есть. А вот это великий праздник. Играем. Миряне привычно называют этот августовский праздник яблочным спасом. А правильное название его… Да? Преображение. Преображение Господне, вы правы. Кстати, в православных святцах, это уже пятый вопрос, есть десять святых с таким именем, но ни одного в феврале. Но. Но нет православных такого святого в феврале. Это у католиков день святого Валентина празднуется 14 февраля. У нас такого святого в наших святцах нет. Итак, после четвертого боя 75-90 России впереди играем. Следующий бой. Пятый бой. Вам придется вспомнить крылатые слова и выражения, ведущие свое происхождение из библейских изречений. Я вам смысл этого изречения, этого выражения, а вы мне его выдаете. Поехали. Кто готов? Александрина из Гродно. Александрина из Гродно. Павел, у вас? У нас Максим из Смоленска. Вперед, Александрина, против Максима. Максим! Максим! Александрина! Александрина! Вот такой смысл выражения. Понапрасну тратить слова перед людьми, нежелающими оценить их смысл. Ну, Александрина. Да, спасибо. В зале пролетело уже. Метать бисер перед свиньями. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, подскачки. Как не стыдно. Это выражение, внимание, применяется по отношению к людям, отрешенным от реальности жизни, чудакам. Ну, как сейчас говорят, на своей волне. Ну? Да, поздно, поздно, Александрина, я уже начал говорить. Не от мира сего. Вот такое ощущение, что вы с Максимом не от мира сего вышли, к небу глаза подняли и все. Ребятушки, у нас играть нужно, у нас отвечать нужно. Команде очки зарабатывать. Оно означает напрасный, никем не услышанный призыв, пропавший в туне. Фальстарт у вас, Александрина. Максим, у вас есть шанс. Глаза вы еще в пустыне. Глаза вы еще в пустыне, вы правы. Этими двумя словами обозначают малость людских хлопот и дел перед Богом и вечностью. Два слова. Суета, сует и всяческая суета. Суета, сует. И заканчиваем. Выражение означает не дать возможности развиться способностям, которые заложены в человеке. Да. Зарывать талант в землю. Не зарывайте свой талант в землю. Играйте в фавор, играйте в пятерку. Счет 110-75. Максим, вам аплодирует студия. Тест игра. Вадим, это, ну для белорусов это как централизованная тестировка, быстрее. Кто готов у вас? Пойдет отвечать Глеб. Глеб, хорошо. Павел, это типа ЕГЭ. Вопрос, варианты? У нас идет Кирилл Исмоленко. Хорошо. Глеб против Кирилла. Вперед. Вперед. Итак, внимание. Вопрос, три варианта, выигрывается кнопка и говорит Соня. В начале сотворил Бог А. небо и землю, Б. воду и сушу, С. солнце и звезды. Прошу. А, ответ А. Да, в начале сотворил Бог небо и землю, вы правы, так гласит книга Бытия. Десять очков заработал, Кирилл. Человек появился А. в пятый день творения, Б. в шестой день творения, С. в седьмой день творения. Прошу. В шестой. В шестой, конечно же. Согласно Библии, зми-искуситель, в отличие от прочих зверей полевых, был А. умнее, Б. хитрее и С. длиннее. Прошу. Ответ Б. хитрее. Хитрее был, почему и сумел соблазнить Еву. Знамение вечного завета между Богом и землею после потопа – это А. солнце, Б. луна, С. радуга. Фальстарт у вас, к сожалению, Кирилл. Есть шанс? Радуга. Радуга, конечно, послал Бог ною радугу. И последний образ. Христос был крещен в воду. А. Галилейского озера, Б. Мертвого моря и С. реки Йордан. Прошу. Йордан. Реки Йордан, конечно же. Прекрасно сыграла Беларусь в тест-игре. 105-130. Почти догнала россиян. Слайд-игра. Слайд-игра у нас обычно проста. Это картинка, буковка и только и делай, что с удовольствием отвечаешь на картинке. Вы все-таки у нас люди воцерковленные, люди, знающие не только основы православной и христианской культуры. Вам задача немножко сложнее. Будет без буковок. На нашем большом экране будут появляться иконы, картины и прочие изображения святых, которых нужно будет назвать, догадаться и назвать. Вадим, кто у вас в святых настолько сведущ? Александрина. Александрина. Другого ответа я от вас и не ждал. У Павла. Николай. Итак, Александрина против Николая. Вперед! А. Александрина! А. Александрина! А. Александрина! Ничего жать не нужно, ничего жать не нужно. После каждого ответа мы меняем отвечающего. У каждого будет по пять шансов. Начинаем мы с выигрывающей команды. Это россияне. Прошу первый слайд. Прошу. Итак, тишина. Тишина. Вы микрофон ответы, если готовы. Это апостол Андрей Первозванный. Да, вот такой икс-образный крест у него за спиной, догадались. 15 очков заработал. А. Александрина. Продолжаем с Александриной. Прошу. Второй слайд. Да. Апостол Петр. А. Апостол Петр. Ключи у него. От райских врат, конечно же. А. Продолжаем с российской командой. Прошу. Это князь Владимир. Ну, Владимир, Владимир Святой, Владимир Красносолнышко, да, Креститель Руси. Прекрасно. Пока без ошибок. А. А. Александрина. Прошу. Ефросинья Полосова. Ну, сложно было бы, да, ошибиться. Характерный шестиконечный крест. Прекрасно. Прошу. Тишина. Старая Апостольная Княгиня Ольга. Блеск. Добавить нечего. Прошу. Князь Владимир. Ой, Владимир уже был у нас. Ошибка, Александрина. Прошу. Святой, благоверный, великий князь Александр Невский. Покровитель гимназии Старого Оскола. Браво. Браво. Десять очков вы заработали на подборе. И сейчас можете вырваться вперед. Слайд для вас. Тишина. Это гробовая тишина в зале. Нужно назвать имя мальчика. Варфоломей. Да, это отрок Варфоломей, который стал и гуменом, и заступником земли русской. Это Сергей Радонежский. Александрина, для вас. Вот. Святого епископа нужно назвать защитника обездоленных. И потом и подарки приносящего. Ну, не называйте. Нет, никак. Может, вы возьмите. Это мой покровитель и святой чудотворец Николай. Да, Николай Мерликийский, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ Это был последний слайд? Нет, еще один. Прошу. Это Иоанн Креститель. Прекрасно. И Александрина, последний слайд ваш. Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Прекрасный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, ого-го, вот это цифры. 150 белорусы, 225 россияне. Великолепная игра. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, риск игра, напоминаю, правильный ответ. Плюс 20 очков, неправильный, минус 20. Итак, рискуйте, но оглядывайтесь. Итак, тема совпадает с нашей игрой дуэльной. Итак, у нас Ефросиния, азбука веры, святые земли русской, церковные праздники, крылатые слова. Итак, внимание. Ефросиния, из этого города, в Полоцк, в начале 20 века, были перенесены мощи святой Ефросинии. Прошу, Павел. Из Киева. Да, плюс 20. АПЛОДИСМЕНТЫ Азбука веры. Это имя происходит от еврейского слова «хава», означающего «жизнь». Имя женское. Хава. Тихо, 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 тихо. Самое значимое женское имя. Да Ева, Ева, все очень просто, Вадим. Играем. Святые земли русской. Ее называют святой покровительницей Беларуси. Да. Ифросиния Павловская. Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Церковные праздники. Пасха в этом 2016 году будет когда? Да. Первого мая. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем тему «Крылатые слова». Выражение второй заповеди Божией, которое запрещает поклоняться ложным богам или идолам. Прошу. Не сотвори себе кумира. Не сотвори себе кумира. Я думаю, что вы не сотворите себе кумира, и что ваша главная путеводная звезда в жизни – это знание, это свет веры, это любовь к ближнему. Ну а итог наш. Ох, 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 ох. Великолепно сыграла Россия с 265-190. Павел поставил победную точку. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, вот те сладкие призы, и не только сладкие, которые сейчас держат в руках наши игроки, предоставлены нашим постоянным партнерам. Мойка самообслуживание на солнечной обездная 4Г. Там при совокупленных ним бесплатные талоны на помывку автомобиля. Ну, вообще-то чудное место, где можно за смешные деньги помыть, пропылесовать автомобиль, купить автохимию. Появилась и ручная автомойка. Так что, пользуйтесь, объездная 4Г, солнечная мойка, самообслуживание, самомойка. А вот этот приз, который у меня в руках, книга-книг, Библия в роскошной кожаной обложке, это приз, который Гобельская епархия, собственно, организующая и проводящая турнир «Фавор», просила меня вручить лучшему игроку тематической игры турнира «Фавор». Ну, что тут долго думать? Человек, который показал блестящее знание по христианской культуре, великолепную реакцию, выдержку, достойно рулил своей командой. Павел, ну, не буду вас мучить, Павел, это вам от души. Храни вас Господь, увезите этот подарок от Гобельской епархии в свою столь близкую и любимую нами Россию. Привет городу Старый Оскол. Ну, а белорусы, ничего для вас не закрыто. Наша Рудит Пятерка не сосредотачивается на какой-то одной теме. Все страны, все темы, все герои, все уроки, все школьные знания, вся шире перед вами открыты. И на любую из наших игр мы приглашаем вас участвовать. Ну, а для тех, кто сейчас по ту сторону экрана с восхищением смотрит на участников интеллектуального турнира «Фавор», могу сказать только одно. Ну что, ребят, смотрим Пятерку, получаем десятки. Рудит Пятерка, играем! Редактор субтитров А.Семкин